МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сдали спортивный объект раньше срока. Торопились обрадовать детей к началу учебного года. Площадку на прочность сначала проверили самые маленькие. Для них провели веселую разминку. После на поле вышли ребята постарше. Они пробовали свои силы в стритболе. Это уличный баскетбол в одно кольцо. Самые способные на первых же минутах игры забили свои трехочковые. Время! У местных любителей спорта теперь есть своя зона для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Опытные инструкторы будут проводить здесь соревнования и тренировки. Например, Ольга Щеглова судила матч по стритболу прямо в день открытия. Участников очень много. У нас две категории – взрослые и дети. Результаты уже будут позже. Открытие площадки – это всегда весело. Дальше потому что дети будут играть. Вот сейчас уже играют. Вот это мешаем немножко. На поле вышла также спортивная семья Даниловых. Они живут неподалеку. Спортивный праздник пропустить не смогли. В этой семье восемь детей и все профессионально занимаются спортом. Преимущества отдают волейболу и баскетболу. Для главы семьи спорт давно стал стилем жизни. Помимо волейбола занимается плаванием, теннисом и катанием на коньках. Мы уже давно играем на этих площадках. Они себя хорошо показали во многих отношениях и для волейбола, и для баскетбола, и для футбола. Вполне приличное покрытие. Не очень травма опасная. Мы довольны. Опытный волейболист также заметил, что на площадке не хватает волейбольных сеток. Очень надеется, что их скоро установят. Ведь в ближайших планах турнир по волейболу. Принять участие в соревнованиях планирует и Клим. Он живет в Нарафаминске. Увлекается волейболом уже пять лет. Как только узнал об открытии новой площадки, сразу же приехал ее опробовать. Практично очень. И буду, наверное, сюда приезжать, чтобы поиграть в баскетбол, либо в футбол. В планах у администрации обустроить еще две спортивные зоны и скейт-парк, чтобы жители Кубинки-1 могли проводить досуг интересно, весело и с пользой для здоровья. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.